Театральный сквер на пересечении улиц Фабричная и Краснознаменская перед зданием Щелковского театра – одно из новых общественных пространств, появившихся в Щелкове за последнее время. Его история – живая иллюстрация того, как со временем может меняться городская среда. Клуб имени Октябрьской революции, Дом культуры Славия, театральный концертный центр Щелковский театр. Небольшой сквер перед учреждением культуры, хоть и был популярным в этом районе местом отдыха, давно требовал обновления. Жители обращались с просьбами благоустроить его к местным властям, к депутатам. В 22-м году здесь провели встречу председатель Московской областной думы, секретарь регионального отделения «Единой России» Игорь Брынцалов и секретарь местного отделения, глава округа Андрей Булгаков. Как результат, всего за несколько месяцев появилось в Щелкове новое общественное пространство. Оправдал ли себя результат? За ответом на этот вопрос депутат Мособлдумы Владимир Шапкин приехал в театральный сквер зимой. Этот объект вошел в народную программу партии «Единая Россия» Московской области и местного отделения партии «Единая Россия» городского округа Щелково. Об этом просили жители. Наказ выполнен. Это у нас входная группа. Люди, гости наши приезжают на спектакли, оставляют машину на новой парковке, что стало, конечно, гораздо удобнее, потому что получилась полностью пешая зона вот здесь. Ее перенесли вот туда, к дороге, и сегодня очень удобно, потому что когда здесь была стоянка, родители все время беспокоились, и приезжают сюда с детьми, как бы машина не сбила ребенка. Вместо старых деревьев, многие из которых были аварийными и представляли опасность, в сквере высадили новые деревья и кустарники. Да, их стало меньше, но у нового сквера свои достоинства – современные архитектурно-планировочные решения. И в вечернее время, и в дневное время здесь проводятся фотосессии. Приезжают люди, фотографируются, что очень приятно. Современные лавочки оборудованы USB-зарядками, в которых можно зарядить современные гаджеты, что стало тоже удобно. В вечернее и ночное время театральный сквер очень красиво подсвечивается, а летом здесь вообще аншлаг, рассказал Денис Морозов. В этом году это первый сезон, в котором театр вообще не закрывал свои двери, и летом мы проводили на открытой летней площадке мероприятия для горожан и гостей. Проходили у нас концерты Духового оркестра и ансамбль русской песни «Распевы» и многие другие интересные мероприятия. Кстати, это не единственное благоустроенное общественное пространство в Щелкове, появившееся в этом году. Национальный проект «Городская среда» активно реализуется в Подмосковье. Владимир Шапкин напомнил, что именно на встрече с Игорем Брынцаловым было принято решение о благоустройстве территории вокруг Чкаловского озера. К Игорю Ильичу подошла инициативная группа, которая попросила для наших жителей, а это все-таки легендарный микрорайон, это наша знаменитая авиационная дивизия, и Игорь Ильич сделал очень много для того, чтобы этот проект сегодня там начали делать. И в этом году мы заканчиваем первый этап, а в следующем году уже завершаем. Народная программа партии «Единая Россия», основанная на наказах жителей в самых разных сферах жизни, продолжает работать, а значит ждем и других достойных результатов, о которых обязательно расскажем. Еще много предстоит сделать, потому что есть потребность во многих микрорайонах создать вот такие условия.